Председатель общественно-наблюдательной комиссии по Астане Руслан Оздоев говорит, что написал в прошлом году множество жалоб в Генеральную прокуратуру. Он просил принять меры по заявлениям заключенных тюрьмы ЕЦ-166-10, которые рассказали ему об избиениях. Но расследование так и не началось. Прокуроры, по его словам, сейчас его просто избегают. Надо работать над тем, чтобы прокуроры несли ответственность за такие вещи, когда они игнорируют тех же УНК, препятствуют. За шесть месяцев прошлого года в Казахстане зарегистрировали 350 уголовных дел по фактам пыток и жестокого обращения в тюрьмах. Но до судов дошли только четыре дела. По ним осудили 12 сотрудников исправительных учреждений. По данным организации, международная тюремная реформа на пытки жаловались в прошлом году до полутора тысяч человек в Казахстане. Мы уже пробовали разные варианты, когда и МВД, и антикоррупционная служба, и Генеральная прокуратура занималась расследованием фактов пыток. Но к сегодняшнему дню, за 25 лет независимости Казахстана, мы не добились этого результата, когда человек, который был жертвой пыток, решал бы свои вопросы через зал и суда. Два года назад при обыске в колонии Павлодарской области избили заключенных. 30 из них написали жалобы на факты пыток и жестокого обращения. Были также сделаны и фотографии, и переданы членам национального превентивного механизма, которые и занимаются предотвращением пыток в тюрьмах. Но до сих пор процесс расследования не принёс никаких результатов, говорит адвокат Светлана Ковлягина. По её словам, дело поручили отделу собственной безопасности Министерства внутренних дел, в ведомстве которого и находятся тюрьмы в Казахстане. Нет эффективного механизма, который бы позволял осуществлять контроль за общественный контроль, за ходом расследования тех дел, которые возбуждаются по фактам пыток. Причём нет этого механизма общественного контроля именно со стороны уполномоченного по правам человека, которому, собственно, и предоставляются отчёты региональных групп национального превентивного механизма. Международные правозащитные организации с года в год критикуют власти Казахстана за практику пыток, жестокого и унижающее человеческое достоинство обращения в тюрьмах и местах задержания. Но, как показывают данные правозащитников, за последние два года дел до суда по пыткам доходят всё меньше. Если в 2015 году их было 13, то в прошлом всего 4. При этом общее число заведённых уголовных дел доходит до 1000.